Назначено то решение, которое сейчас было оглашено, оно связано с необходимостью заключения нашего подзащитного подстража. Защита будет обжалована, и для этого есть несколько оснований. Одно из них связано с тем, что суд буквально скомкал процесс рассмотрения ходатайства. По большому счету нам не предоставили возможность в полном объеме высказать все наши доводы и соображения, поскольку это обычно происходит после исследования материалов, которые находились в производстве у судьи, а никакого исследования материалов не было вообще. И, соответственно, позиция защиты предварительная и озвученная была, а окончательная, та, которая должна была идти со ссылками на медицинские документы в отношении долгого, на сведения о личности, о семейном положении, некоторые другие противоречия, которые имелись в ходатайстве следователя, они, к сожалению, озвучены не были, потому что суд нам не предоставил такой возможности. Но оно и неверное по своему существу, поскольку имелись все законные основания для избрания меры причины в виде домашнего ареста. По сути, это ходатайство не обсуждалось с участниками процесса, и суд не дал никакого обоснования, никакой мотивировки, почему он не согласился с этими доводами защиты. Я считаю, что это грубое нарушение стороны суда, оно, безусловно, будет обжаловано в апелляционную инстанцию, и очень бы хотелось надеяться на объективность Саратовского областного суда, который в апелляции будет рассмотреться наши жалобы. В течение какого срока будет обжаловаться? Срок на подачу жалобы по закону трое суток с момента вынесения постановления, то есть до конца этой недели, точнее даже до четверга включительно, жалоба будет подана, а рассмотрена будет областным судом примерно в течение 10 дней после сегодняшнего судебного разбирательства, то есть где-то в середине марта. Будем надеяться на объективное решение апелляционной инстанции.